Ставрополь получил уникальный шанс обновить большое число учебных заведений. В этом году в городе отремонтируют 14 школ. Все это проходит по президентской программе модернизации школьных систем образования. Сейчас все идет по графику. Например, в 64-й школе Ставрополя почти закончили ремонт крыши, внутренних помещений, пищеблока и фасада здания. Также заменили инженерные коммуникации. Надо отметить, что в 2009 году в этом здании ухранилась серьезная аварийность. И несколько было требований к оформлению фасада. То есть фасад, когда ремонтируется, не должен утяжелять здание, потому что будет находится на фундаменте. В соответствии с этим был выбран такой материал, как металлокассеты, из которых сейчас сделан фасад этого здания. Благодаря капремонту здание больше не пропускает холод и снизило уровень аварийности до нуля. При работах использовали специальные материалы, металлокассеты. Это позволило избавиться от проблемы. Такие материалы менее подвержены внешним факторам, так что теперь в школе ни помеха, ни дождь, ни зной. Плюс ко всему материал не горючий, что снижает уровень пожарной опасности. Здание очень старое. Материал, который здесь, он уже подвергался замораживанию, отмораживанию, вода. И уже сам материал, который здесь построено, здание, камень, кирпич, он здесь сборный был, начал разрушаться. И, конечно, это привело к тому, что каждый год приходилось им делать ремонт. Каждый год. Представляете, это затраты, затраты, затраты. Плюс аварийное состояние, дети бегают, они же не смотрят наверх. Что-то может упасть, вот эта вся сторона была вся разбита, вот как вот здесь. Вот. Это тоже большую роль сыграло, что необходимость его делать. Планируется, что все ремонтные работы завершат до начала учебного года. А уже в ближайшие пару лет по федеральной программе отремонтируют еще несколько ставропольских школ. Динара Финдиева, Никита Лукьянченко, Арсений Саркисов, АТВ Ставрополь. Динара Финдиева, Никита Лукьянченко.